Деревня Тало находится на Пелопонессе, на берегу Арголицкого залива, в 7 километрах юго-восточнее Навплеона. Население – около полутора тысяч человек. Имеется небольшой порт. Прямо перед портом находится остров Ромви, позади которого есть еще один небольшой остров Доскалье. Немного поодаль находится островок Корониси с маленькой церковью святых апостолов. История современного Тало начинается в 1830-х годах, когда это место было предоставлено для поселения беженцам с Крита. Королевским указом 1834 года был основан город Миноев в честь царя Крита Миноса. В начале 20 века, после освобождения Крита, многие беженцы и их потомки вернулись на Крит, но некоторые из них остались в этом районе. В 1916 году поселение получило название Тало, по историческому названию этой местности. Первоначально Тало было обычной рыбацкой деревней, но с середины 20 века постепенно превращается в место курортного отдыха и остается весьма популярным и в наши дни. Происхождение названия точно неизвестно, но считается, что оно западного происхождения, либо от имени епископа времен крестовых походов Джона Талона, похороненного здесь, либо образовано от венецианского порт-де-Афлон. В 1970-х годах была проведена масштабная реконструкция деревни, но без должного планирования и контроля. Построено много неплохих гостиниц, однако многие здания находятся на самом берегу, и пляжная полоса в этих местах сократилась до ширины полутора метров или исчезла совсем, и морские волны иногда бьются прямо о стены зданий. Отсутствие набережной или хотя бы пешеходной зоны вызывает в вечернее время большую сутолоку на центральной улице. Также нет и площади, поэтому многие общественные мероприятия проводятся на не очень удобном месте, рядом с портом. Однако чуть в стороне от застроенной территории располагается прекрасный песчаный пляж, оборудованный всем необходимым. Есть прокат лодок и катеров, снаряжение для дайвинга. Немного дальше есть и менее благоустроенный, но протяженный галечный пляж. Интенсивное автобусное сообщение связывает курорт с Навплеоном, столицей Арголиды, а Арголида, это одна из самых древних и интересных территорий в Греции. Для отдыхающих проводится много автобусных и морских экскурсий. Хотя Тало это весьма современная деревня, история этого места насчитывает тысячелетия. На небольшом полуострове Костраке, обнаружены руины древнего поселения Осини, упоминаемого еще Гомером. Первые следы пребывания здесь человека относятся к пятому тысячелетию до нашей эры. Постоянное поселение прослеживается начиная с середины третьего тысячелетия и до восьмого века до нашей эры, когда жители его покидают. Примерно через 400 лет поселение возрождается и существует до середины второго века нашей эры. Начиная с византийского периода, и вплоть до 19 века это место использовалось как крепость. Древние фортификации укреплялись и модернизировались. В последний раз в военных целях это место использовалось итальянскими и немецкими оккупационными войсками во время Второй мировой войны. Сейчас территория полуострова Костраке огорожена, здесь организован музей под открытым небом. Сохранились участки оборонительной стены и остатки некоторых других сооружений. Есть небольшие экспозиции, посвященные истории раскопок и периоду Второй мировой войны. Но археологические находки экспонируются в Навплеонском музее. Рядом с полуостровом Костраке находится холм Барбуна. Когда-то на его вершине находилось святилище Аполлона. На северо-западном склоне можно найти остатки нескольких гробниц Микенской эпохи. На юго-восточном склоне сохранились оборудованные огневые позиции времен Второй мировой войны. Остров Ромви. Начиная с византийской эпохи, и до возрождения современного греческого государства, постоянного поселения на месте современного тало не было. Однако на острове Ромви сохранились остатки средневековых укреплений и поселения, существовавшего примерно с конца VI до IX века. Остров Доскалье. Во второй венецианский период, с 1686 до 1718 года, в окрестностях современного тало располагалась база венецианского флота. Памятником той эпохи является небольшая церковь живоносного источника, построенная в 1688 году, и руины форта на острове Доскалье. Из исторических достопримечательностей в непосредственной окрестности тало есть еще и бывший монастырь Преображения Господня, прекративший свою деятельность в 1834 году. Дата основания неизвестна. От монастыря осталась только церковь, последняя роспись которой относится к 1570 году, и руины башни, имевшие вероятно военное назначение. Продолжение следует...